Как получилось, что после митинга 13 марта вы оказались среди разыскиваемых за массовые беспорядки? Не пророссийские силы, которые вас убивали, а вы. Ну, с митинга выходил каждый, кто как умел, кому как подсказывала из этой всей мясорубки, как кому подсказывала интуиция. Мы оттуда каким-то чудом с братом выбрались, буквально чудом действительно. Вот, и почувствовали себя в безопасности, когда уже это шли от площади, зашли уже примерно до остановки, до Гурова дошли. Потому что мы, во-первых, знали, что большинство из этих, они не знают города, а мы его знаем. Приезжий потому что. Да, и мы начали спускаться к набережной, потому что мы реально не знали, что сделать. И надо было как-то собирать своих людей, кто где. Мы уже тогда понимали, что это минимум травм, мы будут, если не убийцы. Спустились к набережной, там же потом увидели, начали подходить вот эти ребята с правого сектора. Там уже у кого голова была забинтованная, повязка в крови, у кого там что как. Начали думать, что делать дальше. После этого там, кстати, еще вторая серия была. Эти с правого сектора, начали говорить, что они каким-то образом связались, опять же, через соцсети с этими пророссийскими. Была договорена встреча, забита стрелка была на пятой школе. Пятая школа это на набережной находится, в этом дворе. Я, наверное, согласился уже тоже, мы уже к тому времени собрали какое-то движение. Уже шли туда, но единственное, что людям говорил, что это одну, может, проблему не решить уже никак. Вот, обзванивать начали Семенченко. Это Семенченко, ни по одному телефону не удалось дозвониться. Опять же, ушли, и добавлюсь митинга, перед тем, как нам оттуда из этой мясорубки вылазить. То есть, Ваня Рейдин начал говорить и нам так же, начал срывать красный скотч повязки, который идея Семенченко была. Нам их, чтобы мы их на себя дели. Причем он сказал, что это для того, чтобы мы могли в толпе друг друга идентифицировать и с друг другом в какую-то драку не вступить. А сейчас, спустя время, уже мне есть основания полагать, что так как он работал на ту сторону, наоборот, это сделал для того, чтобы они могли идентифицировать нас. Вот, поэтому, как бы, ну... Получилось, что вы попали на сайт и разыскивает милиция. А, мы же потом подобирались кто где по домам, но при этом оставались на связи, в том числе уже и с теми, с кем мы успели познакомиться во время этой самообороны. И начала идти информация, она шла через соцсети, что, во-первых, менты начали сливать данные, кого каким-то образом уже успели идентифицировать, сливать их тетушкам. И что тетушки уже пророссийские пошли искать по квартирам. А потом, после этого, уже возникла информация, что и милиция, на тот момент еще милиция вызывает на допросы. То есть уже повестками, уже ожидают гости, кому-то там в 5 утра пришли. Я тогда уже понял, что, ну, отсюда просто надо рвать когти и делать ноги. Там были раненые, кто пострадал, я знаю. Да, в больницу приходили, давили. Которые ночью, ночью, прям, он уже с раненой головой, его чуть не убили русские. Это есть этот Женя Демченко. Нет, это другой, таких куча. Я собрала такие свидетельства потом. Это совсем другая история. Я многих нашла, кто пострадал, и ночью его допрашивали. В городской милиции Донецкой. Да, да, я вспомнил тот случай, был. Но тогда это больше по наслушке было известно. Нет, у меня парень на видео есть, где он это рассказывал. Ну, а у нас это были разразненные данные. Там услышали, там, потому что держали руку на пульсе. Поэтому я сказал... И на утро вас объявили как в розыск все равно, да? У нас там не так это все было. Не объявили в розыск. Пока это все полнилось слухами вот этими всеми. Но они приходили не такие уж и слухи. Назывались определенные имена. Где там, за кем пришли, кому менты там в 5 утра пришли, нагрянули там с обысками. И со всеми. Это было 13 марта. Я, друзья, начал говорить с тем, кто у меня братьям, те, кто рядом совсем были. Я говорил, что это, ну, закончится в итоге тем, что менты начнут полностью обвинять нас. И уехали мы там, получается, какого? Уехали мы 15-го числа. Сорвались. И 16-го, да, и 16-го уже были в Киеве. А 17-го числа мы уже пошли на Громадское ТВ с моим товарищем и побратимом по самороде давать интервью, рассказывать, как в этих событиях все происходило. То есть в Киеве мы были 16-го, если мне память не уехали, и 15-го. И уже больше не вернулись? И после, и уже больше не вернулись. В Донецке не были с 16-го марта? Нет, я был, но я ездил, когда уже в разведку от правого сектора, это конец апреля был. Ага. И это был последний раз, когда я был в Донецке вообще, в принципе. Уехал ты, по сути дела, жить перестал в Донецке после событий 13-го марта? Да, да. И потом, через время, оказалось, что я абсолютно не ошибся, потому что я потом был на связи, еще общался с адвокатом Татьяной Матиш. Она уже тогда рассказывала, что наших начали привлекать, вызывать на допросы. И буквально, я сейчас точно не назову эту дату, это можно восстановить по интервью, которое давал Радио Свободе. То есть, примерно через неделю наши фотографии выставили на сайте МВД. Гораздо раньше. А участвующих, ну, я не буду тут вспомнить. Я уже через несколько дней проводила возле городской милиции митинг вашу защиту. Ну, хорошо, это сейчас тяжело восстановить, у меня это запомнилось как через неделю. То есть, что мы уехали 15-го числа, еще через несколько дней возникли эти фотографии. И вот, причем, там были люди с митинга, конкретно с нашего, украинского. И была просьба обращения гражданам, помочь установить лиц, так и было написано, в виновных массовых беспорядках, да, и все остальное. Получается, что милиция работала на пророссийские силы, правильно? Да, и после этого я, тем более, показывал уже в своей статье для Радио Свободы, которая уже в 16-м или 15-м году вышла. Я показывал видео, которые мне уже пришли с той стороны, некоторые на закрытых форумах находил, сепарских, как они допрашивали в кавычках со стороны тех митингующих. То есть, приходили люди, это видео как бы точно так же можно найти, и вот, нагло очень разговаривали с ментами, вот, и, а с ними, наоборот, как бы, ну, полностью им было говорили, все это было толерантно, никого не задерживали. В смысле, допрашивали тех, кто убивал про украинских активистов? Да, про российские, я имею в виду. Да, так вот вопрос, был это бесполезный митинг 13-го марта, этот протест, эта наша попытка доничан отстоять Украину в Донецке, была ли она бессмысленная и бесполезная? Некоторые, вот ты уехал в марте, а некоторые еще 28-го апреля погибли, ходили на митинг. Я это в курсе, у меня родители тогда пострадали, во время этого митинга, причем отсю телесные повреждения были нанесены. Вот, и я скажу о том, что к тому моменту, после того, что я 13-го марта поучаствовал, я был однозначный противник участия вообще в любых мирных митингах. Почему? Все тогда было понятно. Ну, а для чего? Для того, чтобы людей дальше убивали. Донецк заявил тогда свою позицию, на митинге 13-го марта было, по разным данным, от 5-ти до 10-ти тысяч человек. Этого было достаточно для того, чтобы показать, что Донецк украинский. А после этого выходить... Ты убедился, что мирные люди не могут противостоять оккупации или как? Ну, я тебе скажу, это как христиане выходили, когда их во времена Древнего Рима выкидывали в амфитеатр, и они с крестом против львов шли. Это вот было то же самое. Разница в численном... Нет, разница в том, что те готовы были убивать. А у меня отец не будет убивать. И при его возрасте он не так воспитан и не в те времена рос, наверное. То есть время либеральных каких-то вещей к тому времени закончилось. Я был абсолютный противник потом проведения любых мирных митингов. В том числе я звонил Сергею Гармашу, который собирал людей, продолжал собирать. Я ей высказывал ему это, у нас с ним разговор был длительный и не один. То же самое ему звонил Владимир Шилов, говорил. То есть это, ну, на самом деле уже многие были против.